Так, ну что, у нас уже подошло время начала. Доброе утро всем тем, кто смог к нам сегодня подключиться. Рада вас видеть хотя бы в виде списка тех, кто у нас уже сегодня пришел. Сейчас просто буквально пару слов про то, что вам потребуется. Пожалуйста, по возможности я буду просить пользоваться камерами, потому что эксперимент, который мы будем делать, мне необходимо видно, видеть, что у вас получается, что у вас не получается. И также, пожалуйста, в чате поставьте плюсик, если меня видно и меня слышно, или же можно включить микрофон, сказать голосом. Хорошо слышно, хорошо видно, да или нет? Так, увидела, спасибо. Хорошо. Ага, спасибо. Тогда давайте постепенно начинать. Сейчас буквально полсекундочки я вам выгружу презентацию, чтобы нам с вами было удобно работать. Сейчас чуть-чуть все подзависнет. Хорошо. Итак, про что мы с вами будем сегодня говорить? Сейчас, секунду, секундочку, рано перешелкнуло. И про что, собственно, будем проводить эксперименты. Меня зовут Александра Алексеевна. Я являюсь педагогом дополнительного образования центра проекта на то, что StartPro. И сегодня наш мастер-класс носит название «Волшебные капилляры». Собственно, про капилляры и капиллярный эффект мы сегодня и будем с вами говорить и будем делать эксперименты, которые основываются на данном, собственно, эффекте. Но начнем сначала. Что такое капиллярный эффект? Капиллярный эффект – это явление подъема или опускания жидкости в очень тонких трубочках, в капиллярах. Эти капилляры не обязательно должны быть прямые. Они могут быть изогнутые, они могут разветляться. И очень часто такой эффект наблюдается, в том числе, в пористых телах. Ну, самый простой способ, где мы можем найти капилляры – это у нас разнообразные тряпочки для дома, ну, обычные хозяйственные тряпки для протирки столов, наши губки для мытья. Обращаю внимание, коснулись какой-то жидкости и у нас в губку все это втянулось. То же самое с тряпочкой, да, мы лужицу протерли, все впиталось. Кроме этого, такие тонкие трубочки капилляра наблюдаются у нас и в растениях, о чем мы сегодня тоже поговорим. Ну, и разнообразные фитили тоже, по факту, особенно если у нас идет пропитка с жидкостью, то есть не просто фитиль в свечке, там немножко другой работает, а фитиль в спиртовках, в керосиновых лампах разнообразных. Там тоже сам керосин или спирт в спиртовках поднимается по фитилю благодаря капиллярному эффекту. Как вообще это все работает? Все названные предметы, то есть тряпочки, губки, все-все-все состоит из небольших волокон, мы их можем, да, называть даже нити. Вот эти самые нити состоят из еще более тонких волокон капилляров. По этим капиллярам, собственно, и происходит передвижение жидкости. Если вдруг у вас есть где-то вот прям рядышком шерстяная нитка, то вы ее можно немножко растрепать и увидеть, что там есть много-много тонких волокон. Вот это есть у нас те самые капилляры, по которым у нас может передаваться жидкость. Применяется данный эффект на самом деле не только в быту, но и в химии. Это мы будем сегодня проводить такой эксперимент, называется хроматография. Позволяет узнать состав той или иной краски. В биологии это у нас питание растений. Думаю, что вы уже знаете у меня, что через корни питательные вещества из почвы попадают в растения. Вот, собственно, когда питательные вещества корнями всасываются и передаются вверх по стеблю, это и есть капиллярный эффект. В маркетинге, то есть в продаже, это у нас окрашенный цветов разнообразные цвета. Наверняка видели в продаже синие орхидеи. В природе они не существуют, но их можно найти. На самом деле просто взяли краску, использовали капиллярный эффект и из белой орхидеи сделали синюю. Также знаменитые радужные розы тоже получаются благодаря капиллярному эффекту. В быту у нас, как я уже сказала, это тряпочки, это губки, это любимые многими капиллярные ручки или же капиллярные фломастеры. Это все тоже относится к капиллярному эффекту. Сейчас мы с вами перейдем к эксперименту и начнем изучать капиллярный эффект в химии. Как я уже сказала, в химии капиллярный эффект применяется в эксперименте под названием хроматография. Хроматография, слово длинное, содержит два корня. И как оно переводится? Если говорить буквально, то есть первый корень – это хромат, который переводится как цвет. И второй корень – это граф, от слова графу, что означает «пишу». То есть буквально получается «цвет пишу», «цвету пись». Благодаря хроматографии мы можем разделить и проанализировать, то есть узнать, что есть, чего нет. Смесь веществ, а именно окрашенных веществ. То есть мы берем чаще всего какую-то краску или краситель, проводим хроматографию и узнаем, какие пигменты были в эту краску добавлены. Суть на самом деле очень проста. У нас есть две так называемые фазы, то есть что-то неподвижное и что-то подвижное. Вот неподвижная фаза называется еще «носитель», а подвижная фаза по-научному называется «элюент», но в нашем случае это будет «растворитель». Как, собственно, происходит данный эксперимент? Мы берем «носитель», то есть неподвижную фазу, наносим краситель, опускаем «носитель» с красителем в «растворитель», то есть получается такая вот скороговорка, чуть-чуть ждем и получается примерно такой эффект. То есть что можно узнать? Многие знают, что зеленый цвет можно получить, смешав синий и желтый. Это верно. И мы можем, проведя хроматографию, узнать, действительно ли в данном зеленом красителе использовали синий и желтый цвет или же взяли уже какой-то отдельный зеленый краситель, который был зеленый исходным. Делается на самом деле легко. Сейчас вам расскажу, как делается, а потом вместе с вами мы этот эксперимент проведем. Итак, в качестве носителя нам подойдет бумажное полотенце, бумажный платочек, салфетка. В моем случае будет фильтровальная бумага. Если у вас есть бумажное полотенце, салфетка, на крайний случай даже кусочек туалетной бумаги плотной подойдет, можно подготовить. В качестве растворителя мы будем использовать воду, но если вы это делаете в лаборатории, вы можете использовать такие растворители, как спирт или ацетон. В качестве красителя мы возьмем обычные фломастеры. У меня вот их много. Лучше брать, честно скажу, темные или насыщенные цвета. Чаще всего производители именно в них добавляют второй или третий цветной пигмент. Но также подходят текстовые выделители, но не светло-желтого цвета, а вот то, что более темное. Итак, как будем делать? Сначала нам нужно будет отрезать от носителя полоску, потом поставить либо точку, либо линию на этом носителе, в нашем случае бумажное полотенце или просто какой-нибудь бумажный, хотя бы даже на свой платочек. На самом деле нет особой разницы, ставите вы точку или делаете вы линию. Главное отступить от нижнего края немного. Потом в емкость, в нашем случае будет обычное блюдце, наливаем растворитель, то есть воду, и опускаем. Мы опускаем только самый нижний кончик нашего носителя так, чтобы краситель не попал под воду. И ждем. Благодаря капиллярному эффекту вода будет подниматься по волокнам нашей бумаги вверх. Когда она отойдет до красителя, она его с собой захватит и будет подниматься вместе с ним. В зависимости от того, какой краситель у вас был добавлен в фломастер, у вас будет происходить разделение. Некоторые цвета, скажем так, они имеют более маленький размер, они с водой убегают быстрее, поднимаются быстрее. Какие-то более большие, они более, условно говоря, тяжелые, и они будут подниматься очень медленно. И в результате, вот как здесь представлено на небольшом фрагменте видео, у нас будет идти разделение. То есть мы увидим, какие цвета у нас с вами есть. Сейчас я переключаюсь обратно к вам. Сейчас, секундочку. Так, отвесла. Сейчас. Ага, хорошо. Итак, теперь аккуратненько подготавливаем либо обычную белую салфеточку, либо бумажное полотенце. Но у меня будет и салфеточка, и фильтровальная бумага. Я сделаю так, как вам удобнее. Какая-нибудь емкость для воды. Достаточно блюдца или даже маленькой чашечки. У меня вот есть химическая чашка Петри. Ножницы. И я возьму черный фломастер. Он обычно хорошо раскладывается. И пускай будет еще дополнительно фиолетовый. Но выбор какой-нибудь один выберу. Итак, как будете готовы, пожалуйста... А, не забудьте, пожалуйста, еще воду. Как будете готовы, пожалуйста, плюсик в чатик. Или можно голосом сказать, что вы готовы, чтобы у меня было понимание. Есть, есть, готовы. У меня просто, ребят, немножечко вы все подвисли. Можете, пожалуйста, в чате плюс написать. Ага, спасибо. У меня, видимо, что-то сегодня с интернетом. Ага, спасибо. Итак, первое действие. Что нам нужно сделать? Нам необходимо отрезать достаточно широкую полоску от нашего носителя. Для ориентира я обычно беру два своих пальца, указательный и средний, и вот такой ширины отрезая полоску. Она не должна быть короткой, она должна быть достаточно длинной. Если вы используете салфетку, и она у вас многослойная, вы эти слои не разбираете, вы их оставляете. Итак, аккуратненько отрезаем от вашего носителя полоску шириной примерно в два ваших пальца. Примерно вот такую. Сейчас быстренько это сделаю. То есть вот у меня получается вот такая вот полоска. Так, чтобы было получше видно. Сейчас я немножечко камеру опущу. Вот такая вот у меня полоска есть. Вот она. На всякий случай вырежу еще из другого носителя. То есть из ветровальной бумаги. Она у меня поменьше, маленькая. Поэтому те же самые два пальчика, но полоска будет покороче. Если получается чуть-чуть где-то что-то неровно, то, ребятки, это не страшно. Нам на самом деле нужны только вот волокна, которые тут есть. Так, у меня есть носителя. Итак, ребят, кто еще готов, либо голосом, либо, соответственно, в чатике поставьте плюс. Голосом тоже можно, чтобы мне тоже было удобно ориентироваться. Так, да, слушаю вопрос. Данила, ручку подняли. Да. Это я сказала, что я готов так. А, готов? Хорошо. Кстати, да, действительно, можно ручку поднимать и так показывать, что вы готовы. Итак, ну-ка, что у нас там еще пишут? Ага, хорошо. Отличненько. Итак, теперь я беру свой краситель. Угу, спасибо. Давайте я на одном носителе сделаю черный цвет, на другом фиолетовый. Соответственно, может быть, любой насыщенный цвет. Можно взять зеленый. Кстати, у меня и зеленый тоже есть. Иногда срабатывает с серым красителем, но здесь должен быть именно темный серый фломастер. И коричневый, забыла про коричневый сказать. Коричневый фломастер тоже хорошо разделяется. Итак, выбираем краситель, который вы будете использовать. Давайте в нашем случае... Ну, пускай у меня будет коричневый и черный. Вот так. Отступаем от нижнего края. То есть ваши полосочки положите вертикально. Так, у меня одна очень длинная не влезает. Отступаем мизинчик от нижнего края. Прям вот так мизинчик можно приложить. И ставим либо хорошую толстую точку, только, пробейте бумагу, либо проводим линию на вашем носителе. То есть примерно мизинчик отступаем, проводим линию. То есть у меня получилось вот так. Это первый носитель. Ну, а на втором я сделаю другого цвета. Если у вас тоже есть несколько вариантов, вы можете попробовать использовать, допустим, ту же самую салфетку, только несколько фломастеров. Пожалуйста, это тоже можно сделать. А тут я, пожалуй, поставлю точку. Можно точку, можно, соответственно, линию. Как вам уже удобнее будет. Итак, аккуратненько делаем отметку. Не забудьте отступить от нижнего края мизинчик, ребята, потому что совсем в край ставить нельзя. Опыт может не получиться. Итак, аккуратненько отступили от нижнего края мизинчик. Поставили либо линию, либо точку, как вам уже удобнее. То есть вот так у вас получается. После этого берем блюдце, куда наливаем, ребят, здесь важно, немного воды. Именно чуть-чуть. То есть буквально закрываем донышко блюдце водой. И уже сейчас пойдет эксперимент. Если вы нарисовали точку или линию фломастером на нашем бумажном полотенце, или салфетке, или если вдруг у кого-то есть фильтровальная бумага, и налили воду в блюдце, пожалуйста, можно ручку поднять, можно в чатике плюс написать. То есть как вам удобнее, чтобы я могла понимать, идти мне дальше или пока нет. Увидела. Спасибо, Даниил. Ага, Ольга увидела. Спасибо. Так, сейчас тогда ждем еще немножечко. Тимофей увидела. Хорошо. Ну, тогда постепенно идем. Итак, наша задача сейчас коснуться нижним краем нашего бумажного полотенца, салфеточки или что у вас на выбор, и не утопить нашу линию или точку. Коснулись и держим. У вас вода сама будет подниматься постепенно. И сама все сделает. Если у вас очень длинная полосочка, то краешек можно будет потом перекинуть вот так вот на стол. Итак, сейчас где-то поближе-то будет. Коснулись. И держим. Вы увидите, как у вас постепенно вода будет подниматься вверх. Она будет идти сама, ей не нужно помогать. Так, аккуратненько коснулись. Держим, 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 держим. Сейчас для удобства. Перекину. Если вы перекидываете, то пронаблюдайте, чтобы ваша отметка не ушла под воду. Вот у меня здесь первый идет. И второе. Я вот сейчас на камеру так будет более видно. Аккуратненько коснулась. И держу. Вот сейчас, надеюсь, что видно на камере, что у меня постепенно вода поднимается вверх. И вместе с собой она захватывает еще и краситель. То есть у меня из точки постепенно вырастает такая длинная-длинная дорожка. Уходит, правда, куда-то в сторону чуть-чуть, но это не страшно. На салфеточке там тоже идет постепенное разделение. Ну, кажется, она у меня упала вниз. Сейчас мы чуть-чуть ее подправим. Если что, можно такой опыт переделывать, если вдруг что-то не получается. Вот. Ну, у меня сейчас вот я полосочку с салфеткой переделываю. У меня... Вот. Я сделала теперь с фиолетовым фломастером. Ну, а с черным у меня уже дошло до почти середины. И надеюсь, что на камеру видно, что у меня получается из черного фломастера несколько цветов. Вот лично я вижу, что у меня сверху получился голубой, внизу получился фиолетовый, а посередине еще такой черно-коричневый. То есть там вроде как на камеру тоже видно. Из фиолетового, который сейчас у меня делается на салфеточке, у меня получается тоже разделение. То есть видно, что в этот фиолет вы добавили розовый и голубой цвет. То есть получается вот примерно вот так. Если у вас тоже получается, ребятки, можно подключить камеру, показать на камеру, как у вас получается. Если вдруг что-то не получается, можно смело задать вопросик. Если не хотим включать камеру, но можем, допустим, добавить фотографию, то можно также перекинуть в чатик фотографию. Итак. Извините. Какого размера должны быть вот эти полоски? Шириной примерно два пальчика, а длиной уже как бы на твое усмотрение. То есть я обычно беру длину вот всей бумаги. У меня фильтр, он маленький. То есть вот он вот такой. А салфетка была у меня длинная, она очень большая. А можно сказать, почему получается только один цвет? Фломастеры стали хорошие. Да. Значит, просто производитель на заводе добавил именно один пигмент. Попробую взять другой цвет фломастера. То есть вырезать еще одну полосочку и сделать уже с другим цветом. Мы уже в варианте в 10 сделали все один цвет. Все один цвет? Тогда вы можете на одно место поставить, допустим, две линии или две точки. И посмотреть, как будет разделяться. Такое тоже иногда бывает. То есть как-то раз мне купили фломастеры, 100 штук. Я обрадовалась, что у меня будет 100 разных экспериментов. А в результате работало только из 100, а только 10. Таким образом все остальные решили не разделяться. Такое тоже бывает. Так, аккуратненько я к вам сейчас вернусь в нормальном виде. Ну, вот у меня полосочка подсохла. И вот видно, что там у меня в черный добавили голубой. Вот внизу фиолетовый там тоже есть. То есть тут вариантов много получается. Из коричневого очень часто получается голубой и красный. А что понадобится для опыта? Для опыта потребуется либо бумажное полотенце, либо обычная салфеточка. На крайний случай плотная белая туалетная бумага, фломастер и вода. Ну, воду в блюдце аккуратненько наливаем. Отрезаем широкую полосочку. То есть примерно вот два пальчика размером. Отступаем от нижнего края мизинчик. Ставим либо точку, либо проводим линию. И нижним краем нашей бумажной полосочки касаемся воды и просто ждем. По капиллярам бумаги вода будет подниматься вверх и захватит с собой краситель. То есть получается примерно так. Так, ребятки, у кого-нибудь еще получился опыт? У меня получился смешал желтый-красный-зеленый фломастер. Ага, увидел разделение? Получилось светлеопарда. Такое тоже бывает, это хорошо. Так, хорошо, тогда уточню вопрос. Я могу идти дальше, к следующему эксперименту? Так, увидела плюсик. Хорошо, тогда сейчас я снова подгружаю нашу презентацию. Чуть-чуть расскажу дальше, и мы идем к следующему опыту. Угу, спасибо. Увидела плюсик. Хорошо. Презентация загрузилась? Видно? Будем считать, что... Получилось? Видно? Ладно, будем считать, что да. Итак, как мы уже увидели, у нас в некоторых видах бумаги бывает очень много капилляров. И сейчас у нас тоже будет опыт с бумагой и капиллярами именно в... Что нам потребуется? Нам потребуется сейчас обычный листочек. Можно взять А4, можно взять цветную бумагу, то есть неплотную, в которую, ну, обычно вставляется в принтер. Очень хорошо она подходит. Затем нам потребуются ножницы, блюдца с водой, которая у вас осталась с того эксперимента. Его тоже можно использовать дальше. Вода и чуть-чуть фантазии. Итак, еще разочек. Обычная бумага. Вот у меня обычная для принтера бумага есть. Можно взять цветную. Тут не принципиально. Главное, не картон и не акварельную бумагу. Ножницы, блюдца, вода и чуть-чуть фантазии. Будем делать. Мы на нашей обычной бумаге нарисуем цветок и аккуратненько его вырезаем. Обратите внимание, что в серединке у вас не до конца прорези, что у вас центр должен остаться целым. Но лепестки должны быть прорезаны. Затем мы наш цветочек аккуратненько закроем в бутон. То есть все лепестки закроем внутрь. Немножечко воды в блюдце нальем. Можно использовать ту воду, какая у нас еще осталась. Если только она у вас не окрасилась, вот фломастеров. Если окрасилась, то лучше поменять. Можно даже чуть-чуть добавить воды, если у вас совсем мало. Опускаем наш бутон и просто будем наблюдать, что должно происходить. У нас в даже такой бумаге, которая более плотная, тоже есть капилляры. В бумаге А4, вот для принтера, или же, которая цветная бумага, капилляры более узкие по сравнению с салфеточкой. Это даже можно пронаблюдать элементарно так вот на просвет. Или же, если есть у кого-то увеличительное стекло или лупа, можно с помощью лупы рассмотреть, что капилляры в салфеточке или в фильтре, они более широкие и они более рыхлые. Элементарно салфеточку очень легко порвать. А вот бумажку А4 уже так порвать не получается. Она более плотная, она имеет лучшее сцепление. Соответственно, вода в капиллярах бумаги А4 или цветной, они более маленькие, они медленнее пропускают воду. За счет этого намокание происходит тоже медленнее. Что будет происходить? У нас бумага будет постепенно намокаться. При намокании она увеличивается в размерах, то есть разбухает и начинает аккуратненько сгибы разгибать обратно. То есть наш бутончик будет постепенно открываться. Здесь самое главное ему пальчиком не помогать, поскольку иначе можно его притопить в воде и придется все уже, к сожалению, делать заново. Итак, я снова вернулась к вам. Сейчас у меня все подзагрузится. Один момент. Так, все, я снова с вами. Итак, берем бумагу обычную, берем ножницы, чуть-чуть фантазии, то есть можно взять карандашик, ручку или фломастер из предыдущего эксперимента. И на нашем листочке мы рисуем ромашку. Можно ромашку, можно хризантему, можно сиреню о четырех лепестках. Как вам удобнее. Так, Тимофей, вижу, да, цветочек. Вот прям такой красивый и вырезай. Я сделаю, чтобы вам было тоже хорошо видно. Я сделаю, чтобы у меня вот тут будет серединка, чтобы мне было проще ориентироваться. И от него уже пойдут у меня лепестки. Желательно, конечно, поровнее, чтобы все хорошо получилось. У меня вот примерно вот такой вот цветочек вышел. Аккуратненько его вырезаем. Если хотим такой эксперимент сделать, допустим, после школьных каникул в классе, то можно в интернете найти шаблоны цветов и прям распечатать много-много этих шаблончиков на бумаге. Так получается удобнее. Они, конечно, будут более симметричные, более ровненькие. Но зато наши будут более симпатичные, они более творческие. Если есть под рукой карандаши, можно раскрасить карандашами в разные цвета. Как говорится, если у вас все получается делать быстренько, то можно сделать цветной. Если вдруг хотим раскрасить, но чуть-чуть не успеваем, это не страшно. Потому что данный опыт легко делается дома, как вы уже убедились. И поэтому в любой момент вы можете его повторить. На самом деле можно раскрасить даже фломастерами, только у вас тогда может окраситься вода в блюдце. Так, вот мой цветочек готов. У меня вот такой вот немножечко неровненький, но зато творческий получился. Для наглядности, чтобы он у меня не сливался со столом, я обозначу, где у меня какие лепестки есть. Вы это можете сделать по желанию, то есть если у вас есть времечко и желание, вы можете его тоже раскрасить. То есть тот, как вам уже больше нравится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У меня он почти готов. Если вы готовы, то вы можете показать либо на камеру, либо поставить ключик. Сейчас все объясню, как согнуть, не переживайте, сейчас до этого дойдем. Так, вот мой цветочек у лукстаху чуть-чуть поярче. Вот он вот такой вот. И если вы готовы, то теперь смотрите, как загибать лепестки. Вы берете один лепесток, аккуратно загибаете его внутрь, и сгиб хорошо проминаете. Потом берете следующий, соседний, его загибаете на него же, вот так вот сверху. Сейчас как-нибудь так, что не отсвечивала, вот так вот же сделаю. Потом третий лепесточек туда же. Не забудьте все сгибы хорошо продавить, чтобы они у вас сразу не открылись. И вот так по кругу все лепесточки мы загибаем внутрь. То есть у нас должен получиться примерно вот такой вот бутончик. Он будет выглядеть как таблеточек. Чтобы проверить, хорошо ли вы согнули сгибы, можно так его положить на стол и подождать. Если он сам не раскрывается, значит все хорошо. Если вдруг он у вас начал раскрываться, то вы еще разочек все сгибы проминаете. Только главное лепестки не порвите. Получается вот такая вот таблеточка. Итак, еще разочек. Вы все лепестки по очереди загибаете внутрь. То есть вот, я сейчас раскрою его, чтобы вам было поудобнее. Так, вы берете первый лепесточек, загибаете его в серединку. Согнули. Потом второй, к нему же. Третий, к нему же. Четвертый. И постепенно, вот таким вот образом, у нас получается бутончик. Бутончик. Если готовы, можно дать сигнал ручкой, можно написать плюсик, можно голосом сказать, что вы готовы. Увидела. Готовы. Отлично, 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 отлично. Теперь берем наше блюдце с водой, которое у нас было, получается, с того эксперимента. Аккуратненько наш цветочек за верхний лепесточек, двумя пальчиками, берем. И нижним донышком, вот то, что у нас внизу, помещаем на воду и отпускаем. Он просто у вас начинает плавать. Вниз туда его топить не надо. И помогать ему ручкой расковаться тоже. Вот он у меня чуть-чуть, правда, прибился к стеночке. Вот от стеночки я его отодвину в центр. И у вас он тоже должен постепенно вот так раскрыться. Попробуйте. Посмотрите. Вон у вас какие-то лепесточки могут немножечко застрять. Это нормально. Очень часто последний лепесточек, он, скажем так, прилипает к донышку, уже не открывается. Это нормальный эффект. Итак, ну вот мой цветочек уже готов. Я сейчас его аккуратненько вытащу, чтобы он у меня до конца весь не утоп. Потому что когда он высохнет, его можно заново сложить и снова отправить в такое раскрытое плавание. Итак, если у вас получился данный эксперимент, пожалуйста, маякните в ней любым способом. Ну, опять-таки, ручка, плюсик, голос, получилось, не получилось. Если хотите показать, можете... Ага, увидела, Данил. Можете подключить камеру, показать на камеру, что у вас там с цветочком происходит. Тоже. Если вдруг что-то не получается, не стесняйтесь говорить. Вдруг что-то там действительно сложное. Получилось. Ага, увидела, плюсики, увидела, плюсик. Получилось. Получилось? Отлично. Хорошо. Сейчас все. Все получается? Ну, молодцы, молодцы. Очень хорошо получилось, что у вас все получается. Это прям... Получается, наконец-то. Получается? Ну, вот, вот. Что можно сделать в данном еще эксперименте? Иногда делают такой фокус, когда не перед зрителями цветочек закрывают, а заранее и в серединку вкладывают какой-нибудь небольшой сюрприз. Ну, то есть там маленькую бусинку или маленькую фигурочку. И получается иллюстрация сказки «Дюймовочка», что вот у нас был цветочек, потом цветочек раскрылся, и там, допустим, маленькая нарисованная дюймовочка сидит. Иногда так делают поля кувшинок. То есть если вдруг вы увлекаетесь какие-нибудь, допустим, ну, не то что мультистудия, а вот домашним театром, то вы можете в качестве декорации такие вот тоже использовать. Раскрытие кувшинок в воду. Ага, вода стала черной. Это могло окраситься от фломастера, потому что вот я чуть-чуть тоже тут водичку добавив, фломастер попала, и она окрасилась. Это не страшно, это абсолютно нормальный эффект. Иногда бывает, когда окрашивается еще на первом эксперименте, вот на первом эксперименте это уже не очень хороший результат, что вода окрасилась. А если после цветочка она окрасилась, то это абсолютная норма. Такое часто бывает, это все в порядке. Итак, ну что, тогда, дорогие мои, я продолжаю рассказывать тоже про наши капилляры и капиллярный эффект. Так, сейчас у меня все подзагрузится, подзагрузится, и вроде как загрузилось. Итак, третий эксперимент у нас уже требует небольшого количества времени. Что нам потребуется? Наши блюда с водой и цветочек можно аккуратненько отложить в стороночку, он уже не потребуется. Вам потребуются стаканчики, именно вот стандартные обычные стаканчики, или же емкость, где вы моете кисточки, их нужно несколько штук. На крайний случай можно попросить кружки, из которых в этот день никто петь не будет. То есть тут, знаете, нужно проследить. Потребуется вода, красители, если нет красителей, можно использовать краски, но тогда нужно будет побольше краски намешать, бумажные платочки или салфеточки. Итак, еще разочек, потребуются стаканчики, обычные, или же на крайний случай кружки, вода, пищевые красители, если нет пищевых красителей, то подойдет краска, бумажные платочки или салфетки. Так, даю чуть-чуть времени на то, чтобы все найти. Так, сама пока тоже все поставлю поближе. Итак, ну, если что, потом дам времечко. Итак, что мы будем делать? Нам необходимо будет в часть наших стаканчиков налить воду и добавить пищевой краситель. Причем делаем как? Мы расставляем стаканчики в ряд, чередуем пустые стаканчики и заполненные. То есть, допустим, в первый стаканчик воду наливаем, второй пустой, третий с водой, четвертый пустой, пятый заполненный. Обязательно нечетное количество. Если будет четное количество, то опыт может длиться чуть-чуть дольше, но тоже он у вас получится. Затем из салфеток мы с вами сложим мостики. Один конец мостика мы опустим в подкрашенную воду, второй кончик мы опустим в пустой стакан. И в результате у нас вода будет подниматься по капиллярам нашей с вами бумажки, то есть в нашем случае бумажная салфетка или бумажное полотенце. Вместе с водой будет подниматься краска или пищевой краситель. Когда закончится салфетка, когда она вся промокнет, краситель будет продолжать идти вниз. То есть он будет скапливаться у вас в пустом стаканчике. В результате вы увидите эффект вот как на экране, что у вас краска постепенно переходит в пустой стаканчик и происходит смешивание. То есть для примера я брала желтый и синий краситель, у меня в центре получился зеленый. Сейчас вы можете взять абсолютно любой краситель и тоже понаблюдать, что у вас получится. Если у вас есть только два стаканчика, то ничего страшного, вы все равно увидите вот то самое передвижение, что у вас все равно будет мостик. Итак, я снова возвращаюсь к вам, чтобы у нас высохнет цветочек высохнет. Итак, аккуратненько подготавливаем стаканчики. Вот у меня два стаканчика с водой, один стаканчик пустой, две салфеточки и две краски. То есть у меня вот есть красный, синий пищевой краситель. Итак, как будете готовы? Маякните, пожалуйста, то есть ручкой помашите, плюсик поставьте. Можно не плюсик, можно какую-нибудь реакцию тоже поставить. Что вы готовы, что я могу уже идти дальше? Ага, вижу. Хорошо. Готовы. Отлично. Так, еще дать кому-нибудь времечко на подготовку? Ребят, не стесняемся, если нужно дать времечко, мы подождем, у нас есть время. Даниил, как у тебя? Все готово уже. Готово? Хорошо. Итак, тогда мы с вами в наши заполненные стаканчики добавляем краску. Ну, удобнее всего использовать пищевой краситель, он очень ярко окрашивается, хорошо растворяется в воде. Если у вас обычная краска, то можно сильно-сильно воду подкрасить, прям, должна быть очень насыщенная краской вода. Только не качайся, только не качайся. Оп, есть, хватило. Так, сейчас у меня красители мои размешаются, чтобы у меня был симпатичный цвет. Так, аккуратненько мы с вами наши красители готовим. Размешайте воду, чтобы у вас цвет был насыщенный, он должен быть прям яркий. Так, аккуратненько мы с вами. Итак, вот у меня два моих красителя готовы. Что я делаю дальше? Я их временно отставляю в сторонку, чтобы вам было лучше видно. И беру две салфеточки. Здесь, ребята, арифметика простая. Если у вас три стаканчика, то, соответственно, должно быть две салфеточки. Если вы используете четыре стаканчика, то у вас должно быть три салфеточки. Все просто. Итак, аккуратненько раскрываю салфетку. Здесь лучше брать именно салфетку, потому что бумажное полотенце, оно более плотное, и опыт может длиться дольше. И начинаю постепенно складывать ее, скажем так, ну не совсем гармошку, скажем так, закручивать в такой вот длинный мостик. Если чуть-чуть получается неровно, это не страшно. Главное, чтобы у нас все было сложено плотно. Так, вот у меня получился мостик. Со второй салфеткой делаю то же самое. Так. Так, раскрыла. И по чуть-чуть заворачиваю внутрь. Так, два моих мостиков готова. Здесь, ребят, тоже вот сгибы хорошо продавить, чтобы у вас мостики не раскрылись в самый ненужный момент. Так, как будете готовы, тоже как-нибудь маякните. Так. Готово. Отлично, хорошо. Готовы. Хорошо, хорошо. Теперь берем наши окрашенные стаканчики. Не забываем в центр поставить пустой. И мостик мы с вами аккуратненько сгибаем. Примерно вот так. То есть, смотрите, лучше, чтобы самая длинная часть у вас уходила в окрашенную воду. А более короткая была сверху. Аккуратненько опускаем. Если что, можно согнуть и там внизу тоже притопить. И тоже... Не убегаем. Не убегаем. И то же самое делаем со второй стороны. Чуть-чуть согнула. Опустила. Пускай, 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 пускай. И кончик у меня ушел внутрь. Итак, что будет происходить? У меня на самом деле уже вот сейчас краситель постепенно идет по салфетке от красного цвета. Вот на камеру пока это... Не знаю, насколько видно. Но у меня... Сейчас. Вот так. Наверное. Чуть-чуть уже и синий краситель тоже пошел пропитываться. То есть вот, если присмотреться, там это есть. Здесь на самом деле по большей части нужно будет уже просто ждать. То есть у вас вода будет смачиваться, подниматься по капиллярам, благодаря капиллярному эффекту по бумаге и передаваться из окрашенного стаканчика в пустой. Если делать это с небольшим количеством, то опыт может занять до 15 минут. То есть это абсолютно нормально. Нам сейчас самое главное увидеть, чтобы у нас хотя бы первые капельки попали в центральный стаканчик. Иногда у нас цвет идет очень плохо. То есть иногда у нас идет только вода. Такое тоже бывает. Это случается, если краситель, скажем так, тяжелый, большой по размеру. Это ничего страшного. То есть тут, как говорится, опытным путем можно выяснить, какой краситель подходит, какой не подходит, какой хорошо передается, какой капризничает. Лично у меня ушло пять экспериментов, чтобы понять, что гуашь, который есть у моей сестры, она подходит для опыта. Гуашь, который стоит у меня дома, не подходит для опыта. Такое тоже бывает. Самый, конечно, простой способ – это пищевые красители, поскольку у них очень хорошая растворимость. Это раз, то есть они легко растворяются. И, во-вторых, они очень хорошо окрашивают не только воду, но и руки. И краситель очень хорошо передается. То есть у меня уже по чуть-чуть, по чуть-чуть уже синий подходит к финалу. Вот по камере тоже видно, что у меня уже одна салфетка окрасилась, а вот красный уже где-то вот застрял. Это тоже нормальный эффект. Такое тоже бывает. Мы можем сейчас эту схему, эту установку оставить в покое, чтобы вот она у нас стояла, эксперимент постепенно шел. Мы можем с вами обсудить еще один вариант использования капиллярного эффекта. Это то, как вы можете создать на любой праздник очень необычный и яркий букет. Для этого потребуются, правда, живые цветы. Лучше всего использовать цветы белые. То есть это могут быть белые тюльпаны, белые ромашки, белые хризантемы, белые розы. Скажу честно, один раз у меня ученик сделал такой опыт с белой крапивой. То есть у нас есть крапива, которая вас не жалит. У нее есть маленькие белые цветочки. И он провел такой эксперимент вот с такой вот крапивой, которая не кусается, имеет белые цветочки. Если вы вспомните, то у нас в корнях растений, как я уже вначале говорила, есть тоненькие трубочки капилляра. По этим капиллярам питательные вещества из почвы переходят в корни растений. А дальше на этом капилляры не заканчиваются. Они у нас есть не только в корнях, они у нас есть в стеблях. Если вы посмотрите на срез стебля, допустим, когда букет покупаете, можно снизу посмотреть, то там вы увидите много-много маленьких таких трубочек. На срезе они выглядят как кружочки или тонкие волокна. Это и есть капилляры. Вот по этим капиллярам питательные вещества из корня передаются в стебель, дальше могут уйти в лист или уйти в бутон, в наш цветочек. Если это какой-то плод, то, соответственно, в плод, допустим, в ягоду. Мы можем, используя живые цветы, желательно прям свежие, изменить их окраску. Что делаем? Берем краситель. Вот в случае окрашивания цветов лучше брать именно жидкий пищевой. С ним быстрее всего происходит. Также можно взять чернила, и многие, ну, пока не взрослые точно знают, есть еще тушь в баночках, вот чернила в баночках и тушь в баночках. Вот их тоже можно использовать. Окрашиваем воду в вазе или в стакане желаемый цвет, вставляем туда цветок и ждем. Самый быстрый результат получается с тюльпаном примерно через 40 минут. У вас тюльпан из белого становится постепенно белый, с синими, как мы скажем, прожилками. На самом деле это окрасились капилляры. Так, Ольга увидела. Да, получается уже, да? Соответственно, чем дольше ждем, тем у нас ярче будет происходить окрашивание. Ну, вот как раз пока я вам рассказывала про окрашивание, у меня получился вот такой вот эффект. То есть у меня уже видно, что вода набралась в стаканчик, вот она постепенно набирается. С одного края синяя, с другого края красная. И в результате, вот если я чуть-чуть перемешаю, то у меня получится фиолетовый. Он правда такой грязный фиолетовый пока получается, но это из-за того, что синего у меня больше, чем красного. У вас, соответственно, может тоже уже получиться тот или иной результат. Если мы подождем побольше, у нас стаканчик может дополниться до половины. Итак, если вернуться обратно к живым цветам. Самый долгий результат, который у нас получался, это 8 часов окрашивалась белая роза. Но она стала белая, с такими синий-фиолетовыми прожилками. Мы брали синий краситель. Вы можете брать, соответственно, зеленый, вы можете брать разные смеси. То есть вы можете смешать красный, синий, желтый вместе, посмотреть, что получится. Если же хотим сделать так, чтобы у вас на одном лепестке было несколько слоев краски, то вы просто, грубо говоря, каждые 2 часа меняете краситель. То есть 2 часа у вас живой цветок стоит в синей краске, в воде с синим красителем. Потом вы аккуратненько ее переставляете, допустим, в красную. У вас будет полоска красная. Потом через 2 часа уже третий краситель и так далее. То есть тут, в зависимости от вашего терпения, можно получить разный результат. А как делать из разных лепестков? Ага, вот что у вас получилось из разных лепестков. Ну, то есть, грубо говоря, полцветка красная, полцветка синяя. Вы стебель делите на 2 части. То есть примерно, вот как мы сейчас сделали мостик, примерно такой мостик получится из стебелька. То есть у вас стебель, и он потом делится на 2 части. И каждой из частей вставляется свой краситель. Это чуть-чуть сложно сделать, потому что стебель маленький, стаканчики у нас обычно большие. Но это можно сделать. И в результате у вас та половинка, которая стоит, грубо говоря, в красном красителе, вот сверху эти лепестки будут красные. То, что стоит, допустим, в желтом красителе, эти лепестки станут желтыми. Можно поделить, если стебель толстая, на 4 части. И получится, соответственно, тоже вот 4 секции. Ну, честно скажу, я обычно делала такое с гвоздиками. И у меня получалось только 2 части. То, что стебель все-таки маленький. Если делать что-то с толстым стеблем, то можно сделать хоть все 12. Если же говорить про радужные розы, про которые я сегодня уже говорила, то у них именно окрашены сами лепестки, и там много цветов. Но при этом стебель у них единый. Как делается так? Здесь уже стебель не разделяется, а при помощи шприца и краски в краситель вкалывается в капилляры в нужные места. То есть они не делят, они краситель вносят в нужные капилляры. Соответственно, получается, что у нас там или там окрасились лепестки по-разному. Итак, ребятки, скажите, пожалуйста, получились эксперименты? Так, да, нет. У кого-нибудь еще мостик получился? Ага, так, Данил, вижу. Да. Ага. Увидела. Да, ребята тоже написали. Да. Да, хорошо. Тогда вопрос к вам. Есть ли у вас еще какие-то… Так, нет, с красителем не получился? Тимофей, скажи, пожалуйста, какой опыт не получился? Сейчас разберем, может, еще разочек сделаем. Ладно, может быть, еще допишут. Тогда, ребят, есть ли ко мне какие-то вопросы? Вдруг кому-то что-то осталось недопонято? Или что-то… Есть какие-то вопросы? Что-то заинтересовало? А, краска не подошла. Тогда попробуйте, если у вас остались с Пасхи красители для яиц, попробуйте сделать с ними. Или же есть еще простые пищевые красители, тоже можно сделать с ними. Попробуйте тоже, да, получается. Так, тогда я постепенно начну заканчивать. Белый-то, да, напомню. Мы сегодня с вами изучали капиллярный эффект. То есть это явление подъема или опускания жидкости под тонким трубочком капилляра. Капилляры мы можем с вами найти… Вот мы сегодня их находили и работали в бумаге. Этого их еще можно найти в нас с вами. Если вы посмотрите на нашу ладошку, так сильно-сильно руку напряжете, потом прослабите, вы увидите тоненькие такие красненькие капиллярчики. Их также можно увидеть в глазу. Вот если посмотреть сильно вправо или сильно влево, вернее, даже попросить кого-то так посмотреть в разные стороны, то вы увидите у краев глаза тоже красненькие такие капилляры. Ну и самый простой способ – можно просто сильно надавить на руку, потом отпустить, и тоже эти те самые капилляры будут видны. Вот капилляры в нашем теле, по ним идет кровь. Кроме этого капилляром еще называется тоненькая трубочка, которую используют врачи, когда берут у вас кровь из пальца. Там тоже тоненькая трубочка, и по этой трубочке у нас постепенно кровь передается. Если вы смотрели, как у вас берут кровь на анализ, то там из пальчика выжимают, и кровь сама вот так по трубочке поднимается. Тоже называется капилляром. Кроме этого, капилляры у нас есть в растениях, они у нас есть в наших предметах быта, и при помощи них можно сделать, ну, такие вот достаточно простенькие эксперименты. На сегодня, ребят, это все. Спасибо большое за внимание, спасибо за работу. Рада была, что вы сегодня подключились, рада, что у вас эксперименты получались. Ну, и надеюсь, до новых встреч. Спасибо вам, до свидания. Вам спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Вам спасибо за работу. Субтитры создавал DimaTorzok